Собаки ждут хозяина. Прям одна под дверь лезет. Кто меня ждет? Кто меня ждет? Покажи, как ты съел яблочко. Какой ты еда. А Панимушкин тут плакал, тут рад. Ты рад? Ты рад? Моя красота. Сковородка греется. Сейчас будет овся на блин. Замешала уже себе. Назад должен. Как это? Назад он учится ходить. Вот так. Сем, ты учишься назад ходить, да? Давай. Классно Семену нравится. Да? Семену так нравится? Да. Прохор теперь гоняет с ним. А я его гоняю. Прош, не надо. Маленький. Он сам испугается, а потом не будет любить это. Прохор к нему лезет. Едь ко мне. Едь ко мне, мой маленький. Иди ко мне. Не, спасибо, я поеду. Едь ко мне. Я назад поехал. Поехал назад. Зачем ему назад? Прош, едь сюда. Кто уехал? Едьте сюда. Вот как мы сегодня расположились. Мы поедем подготовились. Взяли манеж с игрушками. Настя, аккуратно взяли этот. Ходунки взяли. Настя у нас дополнительные руки еще. Вон Прохор с папой мангароск сжигают. А мы... Мама! О! Смотри, смотри. Давай. Все маму зовут. Давай, силач. Оп. О, какой силач. Силач в акула. Выжимал два скула и мокрое. А, бочки папа продолжает мыть. Вот так. Да? О. Молодец. Помощник. Так, Ваня, что-то тут шланг достал. Все, вчера еще покосили. О! Сейчас я приду, подожди. Сниму и приду. Машина стоит. Вот смотрите, как у нас здесь получается. Вот здесь приехал трактор, нам поднял вот эту землю сюда. Здесь кучи нет. Теперь мы ровняемся здесь. Бортик делаем. Вот. И мусор собираем. Не будет, чтобы ровненько было. Вот, кстати, у соседки костик красивый. Такой костик она мне вчера дала. Так, вот и здесь. Видите, сбоку. Чтобы потом ровненько тут было. И уровень земли здесь поднялся. Мне еще вот здесь не нравится. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Я считаю. Моя протестует, что я лишнюю работу делаю. Вот. И здесь ровняют красиво. Все равно там немножко меньше земли получилось. Здесь еще осядет, я думаю. Вот наш инструмент. Он уже тайц. Соседка там работает. Мои обороты. А, ничего тут не взошло еще. Надо полить, может, сегодня. Клубничка ничего так. Вся сидит и цветет даже уже. Некоторая. Из земли не косит. Ой, ты лук не покупал? Вань. У нас же лук есть. Я же тебе вчера говорила. Здесь я гладиолусы посадила. Ой, Ваня, что-то воды совсем тут не налил. Кабачки. Семен такой захватил молоку и стал кушать. Семен, ты руки ешь, да? Фиксиков мы смотрим. А, фиксики. Развлекают все как могут. Вчера соседка на мои цветы подумала, что это искусственное. Я повсовывала. Сдалека спрашиваю, что ты там за цветы искусственные всунула? Говорю, да нет, тюльпаны, говорю. Выросли. Ой, здорово. Сегодня у нас 25 градусов обещали. Мы приехали сюда, было 21. Мы тут под деревьями, под эти милой. Видите, сколько у нас тут деревьев. Мы тут так и прячемся. Здесь тень такая небольшая образуется. Вот как они развлекают. Кто что творит? Мы загорели. Здесь я посадила фасоль. И вот здесь сажу горох. Хотя вот это все намечалось. Все в газу. Ага. Ну соседка принесла. Что-то пошло не так. И соседка принесла горох. Вторая сас фасоль. Вот еще сажу. И сказала садить. Сказала мне это надо. Если мы это не поедим, придет есть сама. В курсе? На меня капает. Вот наши огороды. Тут огороду в раз в два я обчелся. Но и ручки-то вот они. Вот они, чем заняты. Понимаете? А мне еще надо цветы досадить. Вот. И мяту. Мята уже тут повяла. Повяла вот у меня в коробочке тут стоит. Видите? А мне еще вот что надо посадить. Вот это у меня два вида мят и соседка. И цветочки у меня. Это мама цветы мне передала. Часть уже вчера посадила. Часть вот на сегодня. Мангал еще не убрали. Все тут на столе. Сук. Настя лежит загорает. Настя помогает. Вот. Хорошо. У нас там, видите, поле за участком через дорогу. Почему он одет так, потому что здесь он сидит в тени? А в тени ему прохладно. Да, Семочка? Хорошие выходные. О, мангал-то стоит. Ваня косил. Тут покосил. Возле малины. А здесь у меня голубика. Кстати, два куста. Один. И вот второй. Посадили их тут сюда пока. Сегодня я буду готовить на ужин бабку белорусскую с картофеля. Вот на таком комбайне я буду делать на мелкой терке. Картошку я очистила и порезала так, чтобы она влазила. Ну и здесь у меня свиной фарш, который еще буду я готовить. Сама я сама вот варю супчик своим. Представляете, даже компот сварила. Большую кастрюлю хозяйка. Я добавляю луковичку. Лука. Вот столько я лука сюда. Смотрите. Открываю. Здесь есть такие штуки, которые не прокрутила машинка. Я их сюда не выбрасываю к себе. Смешно. Ой-мой маленький, что надо... Короче, здесь я перебираю, чтобы... О, где? Что у тебя упало? Смотришь на меня, улыбаешься. Мне кажется, тебе неудобно сидеть. Давай. Ты прям лежишь на какой-то бок. Лучку доставай, да? Вот так. Давай, держи. Короче, отделяю такие штуки, которые... Кстати, у меня их хорошо едят собаки. Поэтому я их даже, ну, уже не дотираю ничего. Ну, все-таки машинка здесь... Ну, лук они не съедят, которые... Вот такую картошку они съедят. Сейчас еще в очереди будут стоять. Они картошку, морковь любят. Картофель и морковь это их прям. Вот еще так руками здесь тоже лажу. Видите, нахожу. Они там проходят просто местами. Так, кто мне звонит. То есть между крышечкой... Между крышечкой и самой насадкой пространство проходит картофель. И не дотирается. Все. С этим готово. Сейчас еще посолю, поперчу. И сюда же стакан молока. Вот моя картошечка. Видите, какого цвета хорошего. Она стала немножко уже темнеть время. Потому что, смотрите, лук выложила по серу. Поперчила. И сюда стакан молока. Вот. Значит так. Что касаемо фарша. Что касаемо фарша. Весь фарш я сюда не буду использовать. Наверное... Ну вот сейчас покажу. Вот такую. Вот столько использую фарша сюда. Может чуть больше. Остальных еще котлеты будут делать. Значит, Семик, я не делаю с салом. Я делаю с фаршем. И это очень будет хорошо. Кстати, и выпекать я буду в такой штуке. Наверх она накрывается. Мне вот это устраивает. Я уже испособилась. Все время это делаю. Именно в них. Ну, смотрите. Вот у меня все это вместилось в эту форму. Очень даже неплохо. Сейчас накрою этой крышечкой. Вот у нас как делают. У нас в Беларуси очень часто бабку эту делают. Добавляют муку. Добавляют сало. Жарят такие кусочками. Да. Но я с салом не люблю. Вот. С мукой я тоже не люблю. Во-первых, она такая очень твердая. Поэтому молоко, стакан молока. Можно сюда даже и полтора было бы влить. Ну, стакан я всегда лью. По рецепту у меня стакан. И поверьте, вот она не жидкая. Она будет сама то. Она будет мягенькая. Без муки дополнительной. Тут в партошке предостаточно крахмала. Ну, все. Закрываем. На час. Все. Ждем час. Знаете, час, наверное, прошел. Но еще она не готова. Поэтому больше нужно готовить. Наверное, даже при температуре 220. Что-то она так слабо. Она томится. Ну, представьте, томится. Типа как. Поставила 220. А сейчас корочка образуется. Это хорошо. Смотрите. Так. Прикупила молочки. Интересно. Бабушкина крынка. Крышка зеленая, как кефир. Но это молоко. Мы такое любим. Поэтому купили. И вот такой творожок мы кушаем. То, что так надо было нам экстренно. Смотрите, какая она у меня красивая. Так я крышку и не открывала. Она мягенькая. Крышку не открывала. Вот с поджарочкой. Вот. И она такая запеклась. Ну что, пойдем кушать. Смотрите.